Доброе утро! С вами доктор Влад. У нас плюс один и сильнейший ветер опять. Ну конечно зимой когда такая температура будет и ветер. Ну ладно давайте посмотрим что у нас тут есть. Вот только сейчас открыл твиттер и вот на депутат Журавлёв предложил отменить алименты. Один мужчина может оплодотворить много женщин, но его сдерживает необходимость потом платить алименты. Отменить алименты и демографическая проблема исчезнет. Предложил Алексей Александрович. И вот сразу комментарий. Вопрос к русским. У вас не возникает ощущение что с вами обращаются ну типа как со стадом. Разводят, выращивают, на убой отправляют. Так оно и есть ребята. Стадо. Так что дальше? Прыгуны в воду из РФ отказались от участия в Олимпиаде в Париже. В этом году уже летом будет Олимпиада в Париже. Так отказались. Федерация назвала обязательство о нейтральном статусе дискриминацией. Так два самолёта С-7 не смогли взлететь из-за неисправности двигателя. Я вам вчера про один рассказывал откуда взялся второй. Ну, тоже взялся откуда-то. 26 января был страшным днём для Трампа. 83 миллиона выбили и его из равновесия. Да, на него, в общем, судья назначил заплатить 83 миллиона к этой женщине, она писательница, которую он изнасиловал там много лет назад. Где-то в магазине, в кабинке для переодевания он отрисал, орал, но вот всё-таки 83 миллиона ему назначили. Ну и дальше. На следующей неделе Трампу будет ещё страшнее. Между 250 и 500 миллионов. Это только гражданские суды. Уголовные будут чуть позже и грозят тюрьмой. Ну, посмотрим, что будет. Кошмар. Так, кошмар у нас тоже кошмар. А вот в Китае кошмар. Обвал акций Китая на 6 триллионов долларов обнажил глубокие проблемы нищей экономики страны. Вот так, с китайцами. Крах фондового рынка Китая раскрывает болезненную правду правительства президента Си Цзиньпина. Безнадёжно мрачны перспективы второй по величине экономики мира. Какой-то обвал. Обвалилась, да. Ангола выгоняет Россию, сама по себе фраза, из проекта по добыче алмазов из-за санкций. Правильно пишет вот здесь вот. Даже Ангола Россиюшку унижает. Комментарий началось в колхозе утро. Точно. В ООН заявили, что их группу не допускают к расследованию крушения Ил-76. Ну, это тот самый Ил. Непонятный. Ну, там точно не было украинских пленных. Так. Героическое сопротивление украинцев подняло тектонические плиты мироустройства. И стало видно, что плавали эти плиты в морях лжи и лицемерия. Весь современный мир, государство, надгосударственные организации, медиасми, алчные, хищные, дельцы, работорговцы. Украинцы вскрыли такой гноник в мире, да. Да правильно. В Новосибирске ополченцы крадут отрезки труб центрального отопления. Я вам уже рассказывал, но здесь вот прямо целая бригада отрезают и крадут, и куда-то тащат, вот на «Жигулях». Расследователи назвали Тайвань крупнейшим поставщиком станков для ВПК России. Российская военная промышленность получает современные станки из Тайваня, несмотря на введенные санкции. «Ни фига себе». А в Ростове-на-Дону я первый раз попал в тюрьму. Нет. Начала, в Ростове-на-Дону начала рушиться стена жилого дома. Жильцов эвакуировали. Просто вот стояла-стояла и начала падать. «Ни фига себе». Обрушение стены первого подъезда, пятиэтажного, трехподъездного жилого дома на улице Нариманово. Может, Наркоманово? Нет, Нариманово. Дом отключили от газоснабжения. Ну, попутно, чё? Зачем вам газ, если уже всё рушится? Нахрен. «Роснефть» не смогла открыть счёт в Банке Эмиратов и приёма платежей в Дирхамах. Это индийская валюта. Из-за этого окончательно встали платежи индусов. Нефть они гнали, гнали в Индию, а оплаты нет. «Хуситы» в Красном море попали баллистической ракетой в танкер, который перевозил российское топливо. Груз был приобретён по цене дешевле потолка, установленного санкциями. Так, баллистической ракетой. Ну, всё понятно, что от танкера ничего не осталось, от российского. Ну, как, в общем, он не знаю под каким флагом, но перевозил российское топливо. Так. О, обстановка на федеральных каналах РФ. Вот кто-то выступает здесь. Индейцы – это русские. Они из России пришли. Индейцы, ну, наши индейцы, вот, на лошадях скачут. Так. Что ещё? Упавший в Афганистане самолёт «Фалкон-10» не имел лицензии на авиаперевозки. Ну, там вот как раз несколько миллионов долларов было, их украли. Ну, он не мог летать вообще, но он же летал. Странно это. Тогда склад сгорел, он не имел права тоже там быть. Дикость. Это, кстати, вот и российские новости. Это Russia Today. Так. Россия строила планы по подрыву роли доллара США. Да неужели это что за новости? Так. Дзенру. Ага. Так, это опять твиттер. Нацгвардия Техаса перебрасывает границы с Мексикой танки «Абрамс» и БМП «Брэдли». Ни фига себе Техас развернулся. Так. Воспламенилась и горит крыша строящейся многоэтажки в Тюмени. В Тюмени. Строим материалы. Загорелись и крыша. Ой, горит, горит, горит. А я бегу. Так. Сообщается, что инженер российского оборонного концерна «Алмаз-Антей» застрелился. Сделать он это решил после того, как узнал, что ракета, с которой он приложил руку, прилетела в дом в Харькове, где жила его бабушка. Бабушка погибла. Ни фига себе. А других бабушек, комментарии, а других бабушек ему не жалко было? Застрелился, надо же. Так, я заканчиваю. Ребята, сегодня у нас воскресенье. Ни фига новостей нет. Я уже с утра покопался. Ничего, все равно нет. А, ну вот какой-то парень пишет. А зачем, это Твиттер, зачем покупать дорогие 30-ти процентные сливки, если можно просто смешать 10-ти и 20-ти процентные. Или еще выгоднее смешать 3 раза сливки жирностью 10-ти процентов. Да, это как учительница говорит в классе. У вас 80-ти процентов не разбираются в математике из задних рядов голоса. До нас всех вместе столько здесь не наберется. Так, и что еще заканчиваю? Великобритания и еще ряд стран вслед за США остановили финансирование агентства ООН по делам палестинских беженцев. Ну, потому что там все разворовывали. Ну, понятно, да. И последнее у меня. Ну, ребята, хотите верьте, хотите нет. Это Твиттер. Да еще какой-то иллюминат. Ну, знаете, иллюминаты. Так, пишет. Ну, пишет. Так, по-английски, правда. Да что здесь японцы выпускают доказательства того, что все варианты коронавируса были разработаны в биолабораториях. Так оно или нет? Мне тоже как-то это не верится вот насчет коронавируса. Вдруг он, вдруг откуда ни возьмись, появился в рот. Ой, ну ладно, это уже. Ну вот, ну что-то здесь не чисто с коронавирусом. Ну вот, якобы даже какие-то доказательства, что его специально создали, этот коронавирус. Ну все, ребята, наутро все. Ну, во всяком случае, самое важное. Как мне кажется, собаки, ну, где-то здесь есть. Чао!